По благословению митрополита Екатеринодарского Кубанского Василия в отделе религиозного образования и катехизации состоялся семинар для воскресных школ Екатеринодарской епархии, в котором приняли участие помощники благочинных по религиозному образованию, директора и преподаватели воскресных школ всех благочинений епархии. Руководитель епархиального отдела, протерей Александр Игнатов, отметил важность открытия новых православных школ на территории нашей епархии. Сегодня у нас остается все меньше. Основы православной культуры у нас уходят во внеурочную деятельность. У нас ввели основу православную культуру даже во внеклассную деятельность. У нас остается только 4-5 класс. Вспомните, как на Кубани у нас проходили занятия и уроки с 1 по 11 класс. И выбор у нас основ православной культуры составлял 94% родителями. Но сейчас даже час духовности, который у нас в Краснодарском крае также преподавался в более 150 школах, вытеснил разговор о важном. И практически сегодня все меньше остается возможности преподавать основы православной культуры в светском образовании. Вот поэтому, видимо, священноначалье ставит перед нами задачу открывать свои школы православные при храмах или при возможных зданиях, которые могли бы к этому быть приспособлены. Я также, напомнив об этом, хочу пригласить отцов, у кого есть здание, у кого есть хотя бы начальная школа для открытия 1-2 класса, подумать о том, насколько эта ваша воскресная школа могла бы принять детей на образовательную часть в государственном стандарте, не столько абсолютно подчиняясь ей, сколько сохраняя свою православную традиционную возможность воспитания. Ежегодно отдел проводит конкурсы духовно-нравственной направленности, в которых участвуют воскресные школы и епархии. В ходе совещания было проанализировано, насколько активно это участие. Были отмечены педагоги, принявшие участие в епархиальном этапе Всероссийского педагогического конкурса за нравственный подвиг учителя, а также воскресные школы, больше всех приславшие работы на конкурс детских рисунков «Красота Божьего мира». Участники имели возможность посмотреть детские работы, которые не прошли во всероссийский этап, но были отмечены жюри. В работах конкурса видеороликов «Жизнь как ценность» были отмечены духовность и творческий подход ребят. Если посмотреть, как украсили, адухотворили воспитанные воскресные школы, это конкурс. Потому что в роликах светских школ преобладает тема здорового образа жизни, творческих активностей. Не только в осветленьких воскресных школах в своих работах, а в каком-то источнике жизни о Христе. Причем это не только содержательные видеоработы, но и хорошо снятые, смонтированные. В качестве примера того, как дети сами, а иногда с помощью педагогов, создают такие видеоработы, был показан ролик «Победитель конкурса». Мы познаваем то, что нужно читать на лифе «Победитель конкурса». Представители воскресных школ были приглашены на зональные семинары педагогического проекта «Поезд творческих идей», который в этом году пройдет со 2 по 6 июля в епархиях Метрополии. Начинает свое движение «Поезд творческих идей». В этом году тема поезда, которая определена сейчас и утверждена, семья и семейные ценности в образовании. При приглашении светских учителей приглашаются также преподаватели воскресных школ. Рассказал и поделился приходским опытом настоятель храма святого архистратига Михаила, 17-го полтавского облагочения, партерей Сергий Рыбкин. Например, такой формат, православная площадка, очень доступный всем. Это дневное пребывание ребенка, несуточное. Она не контролируется распотребнодзором. Дети приходят просто к вам в течение дня, находятся у вас в храме. Педагоги работают с этими людьми по своей программе. Они находятся где они пожелают. Затрат – ноль. Ну, если вы покормите. А вот вопросы очень слабые. Нет никаких препятствий к работе детской площадки. На детской площадке можно работать и неделю, и две, и три, и месяц. Это выездная работа. Выездная работа, она очень интересна в каком плане. Когда едет автобус, дети находятся в автобусе, мои педагоги работают с ними и идут урок. Они не просто сидят в автобусе. В каждом автобусе существуют видео, телевизоры. Мы находимся в транспорте в течение 30-40 часа, полтора. В это время идет дача материала. Вы знаете, эффективность восприятия материала вдвое выше, чем в классе. Потому что детям интересно. Такой формат подачи материала для них необычный. И эта необычность заставляет ребенка сконцентрироваться. Поэтому все поездки всегда проводятся с уроками. Интересным для участников оказался опыт организации при храме Рождества Христова детского спортивно-оздоровительного военно-патриотического лагеря «За други своя». Которым поделился его руководитель Алексей Владимирович Ковтун. Основа – это духовно-нравственное воспитание. И военно-патриотическое, конечно же, оно здесь присутствует. Все своими силами. Этот лагерь и предыдущие, они были организованы, те, кто переживает за наших детей, особенно за наших русских мальчиков, за их воспитание. Это казаки нашего храма, это отцы. Вот такая вот преемственность, опять же, мужского такого ремесла. Оно всегда присутствует во время проведения тех или иных занятий. В завершении семинара были озвучены задачи воскресных школ в новом учебном году. Основной целью, проведенной отделом встречи, было оказать методическую помощь в работе с детьми на приходах в летний период. Пусть предложенные формы будут применены на пользу и во благо духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Дай Бог, чтобы все те наши интересные начинания и планы, которые мы сегодня с вами услышали, наметили, с Божьей помощью мы смогли осуществить. Постарайтесь подойти неформально, интересно. Я думаю, вот эти радостные детские глаза, которые будут благодарны вам за такую работу, Господь обязательно даст вам увидеть. И вот пусть эта работа будет вам в радость, а детям на пользу и Отечеству нашему, самое главное, для процветания. Христос посреди нас! Есть и будет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok